Одной из тем разговора президента с журналистами вполне ожидаемо стали попытки расколоть единство православной церкви. Этим сейчас занимается Константинопольский патриархат, который вместе с Киевом создал новую псевдорелигиозную структуру на Украине. Путин назвал все происходящее прямым вмешательством Киева во внутрицерковные дела и подчеркнул, что передел религиозной собственности на Украине грозит приобрести кровавый характер. Это просто, как у нас в народе говорят, уму непостижимо. Это прямое вмешательство государства в церковную религиозную жизнь. Такого не было еще никогда со времен Советского Союза. Вот, к сожалению, на Украине это сейчас происходит. Создали вот эту объединенную раскольническую церковь штамбульского прихода. Это же не нравится московского прихода. Будь стамбульского прихода. Причем ведь, обратите внимание, украинская православная церковь, московского патриархата, она полностью независимая была. Вот, может быть, об этом мало кто знает. Это фактически полностью независимая церковь. Они делали все самостоятельно, в том числе избирали иерархов. Единственная связь была духовная. Упоминали на проповедях имя патриарха московского в Северуси. Все. А сейчас посмотрите, какая зависимость наступает от Турции, от турецкого патриархата. Там и назначений, очень много, и деньги, что самое главное. Я думаю, что это главный побудительный мотив в Рафаломея – подчинить эту территорию, а потом еще и зарабатывать на этом. Думаю, что это главный побудительный мотив. Кроме, конечно, подсказки из Вашингтона. То, что госсекретарь позвонил по этому вопросу в Киев и обсуждал эту тему, ни в какие ворота не лезет. Абсолютно недопустимая вещь. Тем не менее, это происходит. И это, конечно, лишнее свидетельство того, что это тоже делается в преддверии предвыборной кампании и с целью дальнейшего разрыва между русским и украинскими народами. Вот это политическая, безусловно, подоплёка. И меня больше всего беспокоит, что за этим, безусловно, начнется передел собственности. Он может приобрести очень тяжелый характер, если не кровавый. Не дай бог, до этого дойдет. Очень бы не хотелось. Просто жалко людей, которые отстаивают свои интересы. Они беззащитные, безоружные. Как правило, это люди пожилого возраста, женщины. Но опасность вот этого передела, конечно, существует. На фоне гонений на каноническую церковь на Украине, патриарх Московский и всеаруси Кирилл сегодня обратился к православным предстоятелям с призывом не признавать результаты так называемого Объединительного собора в Киеве. Мы являемся свидетелями беззаконного вмешательства во внутреннюю жизнь Украинской Православной Церкви, грубого антиканонического вторжения в ее пределы, углубления церковного разделения в православном народе, еще большего раскола в украинском православии, говорится в заявлении патриарха. Впрочем, вряд ли эти призывы к разуму услышат в Киеве. Сегодня депутаты Верховной Рады приняли специальный закон, лишающий Украинскую Православную Церковь ее канонического исторического названия. Депутаты Церковь. Закончилось голосование массовой дракой. Репортаж Антона Лядова. Верховная Рада. Единственный законодательный орган власти государства Украина. Один срывает плакат, двое набрасываются, еще секунды, начинается полноценный кулачный бой. Кому-то кулаком в ухо, депутат опускает голову, пытается увернуться, другой отбивается двойками. Вдруг прерываются, обмениваются претензиями, мол, не по понятиям драка. Спикер Рады Порубий в это время грозит пальцем и просит всех успокоиться. Утихомирить депутатов он пытался еще до драки. После голосования Рады по поводу переименования Украинской Православной Церкви Московского Патриархата. Не беснуйтесь, вы мне доведете вас перекрестить просто. Не беснуйтесь, а то мне придется вас перекрестить просто, выгнать бесов из зала. Один из тех, кому досталось больше всего, Нестор Шуфрич. Вот он с красной щекой дает интервью. Сегодня заставлять людей называть церковь так, как это хочется отдельно горских народных депутатов, которые сегодня с точки зрения поддержки граждан находятся в рамках электоральной погрешности. Я считаю это преступно и безответственно. Тем более, когда во время голосования было зафиксировано голосование за другого депутата, то есть кнопка давства. Мы конкретное видео показали Порубию. Он там начал что-то говорить про бесов. Но, я не знаю, видно сегодня все коалиции, все, кто голосовали, все эти 240 депутатов, ну, точно не с Богом общались. Нестор Шуфрич сорвал висевший в Верховной Раде плакат со словами агента Путина Медведчука под суд. Виктора Медведчука на Украине обвиняют в связях с Москвой. По факту он является представителем Украины на переговорах по вопросам обмена пленными на Донбассе. Сегодня его спросили о встрече с президентом Путиным. Я встречался с президентом Российской Федерации по вопросу освобождения, не обмена, а освобождения украинских моряков. Вы это делаете по поручению Порошенко? В первую очередь я это делаю по просьбе, а не по поручению президента Порошенко. Это первое. Второе. Я это делаю потому, что это в моих интересах и интересах моей страны. Под Радой сегодня собрались тысячи верующих. Они вышли на улицы, несмотря на снег и мороз, в надежде защитить свою веру. Речь идёт и о тех храмах, которые мы сами строили, прихожане этих храмов. Речь идёт о переименовании церквей, которых они не называли, не давали этих названий. Как правильно называть раскольническую религиозную структуру, похоже, путают даже те, кто решил в неё переметнуться. Наши святые, украинские, православные, автокефальные, апостольские, киевские церкви. На деле объединённую раскольническую церковь структурой искусственной признают всё больше православных церквей мира. Единственным митрополитом киевским, блаженнейшего Ануфрия, назвал иерарх церкви чешских земель и Словакии. О том, что никаких канонических и литургических отношений с новой церковью на Украине быть не может, заявил официальный представитель белорусской православной церкви. Мы относимся к ним как к представителям, пожалуй, другой конфессии, так же, как и католикам, униатам или как любым раскольникам. Накануне в зал заседаний Верховной Рады доставили так называемый «Вифлеемский огонь». Торжественную миссию возложили на украинских пластунов, скаутскую организацию, воспитавшую ни одного националиста, что вызвало особую гордость у спикера Рады. Из неё вышли герой Роман Шухевич, лидер АУН Степан Бандера. Голосом озвучивать выстрел зенитного орудия приходится резервистам на учениях в Черниговской области. Срок военного положения истекает на следующей неделе, и Киев уже не скрывает, что готовит новую провокацию. Секретарь Совета нацбезопасности Турчинов угрожает не просто отправить новые корабли из Черного в Азовское море, но даже уничтожить любой мост. Впрочем, с такой позиции согласны не все даже в сегодняшней Украине. Ну направим мы ещё одну группу кораблей в Керченский пролив. Ну ещё раз их захватят. Несмотря на это, Петр Порошенко снова и снова появляется перед камерами в военной форме, продолжая убеждать всех в угрозах со стороны России. Антон Лядов, Александр Шевчук, Вести.